всем привет и всем здравствуйте это видеоблог на урал 1 челябинская политика и политики с акцентами репризами и превращениями я ее кошка маргулеса куприна как всегда по пятницам обозрение событий произошедших за неделю в челябинске и области событий которые могут иметь последствия и влияние на будущее цитата этой недели заголовков новостей ленинградскому мосту в челябинске не грозит обрушение я бы продолжила этот гениальный способ писать новости когда почти ничего не происходит вот например чем не новости площадь революции не завалит снегом этим летом или улица кирова не пострадает во вторник от цунами блогер варламов не будет иметь никакого влияния на информационную повестку следующей неделе ну и так далее все такое же искрометная из хоботка на самом деле политическую жизнь челябинска и области как будто поставили на паузу вот еще один прекрасный заголовок теперь уже реальный дубровский поехал в агаповку выпускать на волю редкую хищную птицу но это пожалуй лучшее сообщение этой неделе не считать же новостями что например михаил юревич как бы возобновил выборную кампанию в челябинске или владимир божья роса бурматов дал интервью знаком даже интервью министра дорожного хозяйства и транспорта дмитрия микулика поинтереснее вышло как верно заметил политолог александр мельников есть там такой хитовый фрагмент вы сказали что тоже ругаетесь когда едете за рулем автомобиля по плохим дорогам но если все в основном ругают власти дорожников то кого ругаете вы я ругаю яму вообще министерство наше дорожное похоже озаботилась пиаром и на неделе микулик даже провел пресс-конференцию но пока не научилась еще грамотно подбирать слова на пресс-конференции в частности он сказал утвержден план проведения среднего ремонта бла-бла-бла ребята даже если в вашей профессиональной среде какой-то ремонт дорог называется средним но научитесь уже не бесить население хотя бы на словах как там партия правительство и руслан гатаров учат назовите ремонт например кластерным а вот тема важная имеющая историю последствия академ риверсайт будет достраивать олег лакницкий может быть может быть в июле возобновятся работы на тех домах собственники квартир которых подпишут с лакницким дополнительное соглашение по которым они отказываются предъявлять претензии за несоблюдение сроков строительства красивая конечно история сначала green flight компания аффилированная с бывшим вице-губернатором юревичем собирала деньги на строительство и некоторые эксперты говорят что собирала на деньги по принципу пирамиды теперь лакницкий выкупает green flight за 1 рубль и говорит но тут моя вольная интерпретация квартиры будут но не тогда когда вам их обещали а потом и только тем эти квартиры будут кто ко мне претензий предъявлять не станет но и вот еще одна новость в пандан green flight of sky челябинская область стала лидером среди регионов где имеются серьезные долги перед рабочими по заработной плате мы такие молодцы опередили даже московскую и ростовскую области и сегодня у нас в гостях координатор регионального отделения лдпр депутат городской думы виталий пашин здравствуйте здравствуйте давайте сначала про вашу деятельность городской думе поговорим вот фракция лдпр там состоит из одного из вас скажите пожалуйста как вам вообще с единорусами там работается и чем вы от них отличаетесь в городской думе есть такое сильное отличие чтобы мы все понимали вот это вот представитель партии лдпр наша фракция да немного числа одного человека одного человека к сожалению не все мои предложения мы можем провести наши фракции но перед тем как они выходят на думу у нас очень бурное обсуждение на комиссиях на рабочих группах где мы работаем со всеми депутатами сказать что там единоросс и не единоросс и есть депутат есть депутат вот и выбрался неважно от какой партии твоя задача ну понятно не представлять сейчас интересы партии интересы наших жителей наших граждан ну а есть какие-то такие законы или не знаю подзаконные акты конечно есть ну допустим пример да вот у нас комиссия проходит по экономике обсуждаем вопрос поднятия цены тарифа по общественному транспорту вот единоросс и они есть россия за за лдпр против мы прежде всего преследуем интересы наших граждан мало которые которые мы понимаем да кто из нас на транспорте мало обеспеченные в основном в основном в боль больше тем не менее тем не менее нельзя исправить тем что поднять на цену на цену поднять цену на проезд этим мы выправим сейчас финансовый результат чата гэта произошло все наоборот пассажиропоток уменьшился все пересели на маршрутке где цена осталась прежней хотя мы голосовали оставить эту же цену но сейчас вы наверно знаете на последней думы думе мы приняли карты если с градацией 4 4 до выборов госдуму наверно тарифы не поднимутся я правильно понимаю конечно я думаю нет до выборов госдуму куда уже поднимать их некуда уже поднимать их только только опускать и разбираться внутри внутри предприятий согласна кстати о выборах госдуму давайте вот об этом поподробнее поговорим то есть единоросс и я так понимаю в конце июня определяться с тем кто пойдет по какому округу это они все равно могут в последнее время что-то переиграть как у вас этим делом пять округов я так понимаю что только один округ златоустовский там понятно кто идет от лдпр чтоб что по другим округам когда вы планируете решение не знаю принимать но прежде всего сейчас президент должен объявить то что выборы это техническое техническое а потом мы проведем конференции когда тоже конференции мы проведем после того как объявить президент через минут через неделю я думаю я думаю что конференция будет нет середина июня по движению делегатов на съезд партии который по моим предположениям либо будет 25 либо 26 июня у нас более 30 человек 30 30 кандидатов которых мы уже отправили в москву там есть как и действующие депутаты государственные думы так есть и рабочие простые возможно что у нас нет такого праймерис это слово даже нам непонятно английская есть отбор выбор да нет у нас праймериза не знаю почему давайте по округам да по округам я вот и добавлю что возможно появится какой-то кандидат который будет из грязь из москвы нет он может быть может быть из москвы может быть нет но может быть всем известен очень то что в толку будет владимир вольфович это я понимаю у нас это правило да по кругам но все пять округов непростые все друг от друга отличаются мое лично я скорее всего пойду по металлургическому округу мне очень нравится очень близок за нас там хорошо голосуют я имею ввиду район металлургический чтозе но там еще сел много еще запретка знаете знаем но ничего страшного снежинск нас тоже там очень любят и любят и конечно лдпр любят лдпр любят но к сожалению не все идут голосовать нам нужно только довести до избирателей чтобы они пришли и проголосовали знаете что наверное хорошего в металлургическом округе металлургическом округе есть действующий депутат госдумы владимир бурматов и вот я думаю вы вы же получается с ним будете как-то конкурировать если у вас получится туда выдвинуться это же самый легкий получается округ для любой оппозиции системы конечно нет еще раз скажу легкой борьбы не будет будет сложно но мы уверены своих силах пойдем и будем конкурировать хоть с кем кто бы там не будет мы готовы хоть кем знаете что вот в конкуренции мне кажется лдпр не хватает вот у вас есть один яркий политик жириновский скажите почему в челябинске еще не возникло такого же искрометного жириновского да 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 ищем воспитываем понимаете вот такой харизмы как у владимир вольфовича но трудно найти человек подождите это не только харизма это харизма это склад и вот смотрите я просто про инициативы да например его значит во первых он там всем членам партии рекомендовал заниматься сексом не раньше не больше четырех раз в год то есть кто это еще может выдумать но в челябинске давайте какую-то уже инициативу потом вот меня еще убило все просто значит целоваться в рот нельзя только в лобик а еще изъять из русского алфавита букву и вот эти вот все три инициативы вот если их читаешь понимаешь что но ну не знаю ну почему бы в челябинске вам тоже что-нибудь придумать какие-нибудь другие буквы почему почему бы нам так не сделать пашина не стать таким же мы придумываем но прежде всего мы работаем работаем с нашим у нас задача работать нашим избирателям мы работаем с людьми мы постоянно поле мне важно я всегда это говорю выборы это не выборы мы всегда в работе мы отрабатываем обращение мы отрабатываем наказы и ни одно обращение не остается неотвеченным либо мы помогаем либо подсказываем пути решения и вот наша 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 самая главная задача мы всегда в люди вот много или больше ли стало людей обращаться может быть там связи с кризисом связи с предстоящими вот этими выборами в госдуму людей больше стало с каждым с каждым годом я уже три года координатором с каждым годом мы нарабатываем все больше и больше обращений мы открываем мобильные приемные и к нам штаб идут шквал писем мы праву наши депутаты фракция лдпр законодательном собрании отрабатывает все эти обращения депутатскими запрос конечно депутатскими запросами у нас есть депутатский корпус свой где есть депутаты законодательного собрания депутаты депутат городской думы мсу там но но самое главное наш принцип не забыть обращение и человеку помочь но если не помочь хотя бы объяснить куда ему идти добавьте еще харизмы может быть проценты повысятся давайте тогда в конце вот харизму добавить нам всем всем все лдпр всем не только вот чтобы у нас был да не только лидер но каждому харизму будем стараться спасибо за рекомендацию а давайте в конце вы какие-нибудь как координатор лдпр по челябинской области скажите что будет хорошим результатом для лдпр вот на выборы в госдуму сколько вы хотите задача поставлена высшим советом партии это сохранить который сейчас действующие два депутата государственной думы у нас есть но связи с новой выборной системы мы знаем да с вами что сейчас мажоритарная 50 50 это самодвиженцы по списками по списками одномандатники соответственно мы должны сохранить минимум два но в лучшем случае увеличить еще больше конечно мы хотим больше у нас план план амбициозные владимир вольфович вы сами знаете как нам задает темп ну что только вперед только вот я вам желаю удачи особенно на металлургическом округе большое спасибо что многие меня поддержат спасибо вам за интервью вам спасибо спасибо